Доброе утро! С Новым годом! Ночка, конечно, была весёлая. С пол первого ночи до пяти у нас была воздушная тревога. На Киев летели шахеды. Но мы всё выстояли, мы всё выдержали. Так что сорвать праздник вам не удалось. Это я к россиянам обращаюсь. А к украинцам и всех, кто поддерживает Украину, я вас всех поздравляю с Новым годом. Всё в этом году будет получше. Будет наша победа. Я в это верю. И все украинцы в это верят. Но сейчас я даже до сих пор в пижаме. Сейчас иду пить свой утренний кофе. Ну, как обычно, мы когда утром только просыпаемся, и что вы думаете? Сразу все в телефоны. Новости, новости, новости. Ну, сейчас Слава тоже там уже весь в телефоне. Его не отвлекать. Славочка, как я сказала, в телефоне. Доброе утро. Доброе утро. С Новым годом. С Новым годом. С новым счастьем. С новыми успехами. С новыми победами. Все будет Украина. Все будет Украина. Вот Славочкин кофе. Ну, а это прячь. Так, и мой кофе. Там у Славочки резинки ему вчера подарили. Он хотел рассказать за свой подарок. Вот это одевается на ножку. Одевается на ножку. Вот. И застегивается. Сюда пристегивается вот так резинка. Вот тут есть такая вот защёлка. Карабин называется. Да. Даже я знаю. А вторая часть. Вторая часть. Есть вот такое приспособление. Это для рук приспособление. Есть вот такое приспособление. Которое пристёгивается здесь. Сейчас я покажу. Так, 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 так. Опа. Вот. Эта вещь запускается в дверь. Угу. Дверь прикрывается. И вот так оно. И потом ножкой вы растягиваете. И нагрузку регулируете. То есть дальше от двери, ближе от двери. Понятно. Дальше вы поработали с ножкой. А чего это вы, если не вы? Ты скажи, я! Поработали с ножкой. Вот. Нужно поработать руки. То же самое. У вас это в двери. В двери это всё. И вы уже работаете. Растягиваете опять-таки, как говорится, усилие, нагрузку. Вы делаете сами себе. Ну, это немножко вот это... Ну, это можно будет потом, как говорится, немножко переделать. Профессиональные немножко не такие. Ну, вот. Вот где-то вот в таком ключе. Ну, ты доволен подарком? Я очень доволен. Почему? Потому что это уже можно исключить тренажёрный зал вместе с тренером. Вот. Почему? Потому что тренажёрный зал стоит очень дорого. Тренер стоит тоже очень дорого. Бубновский. Это называется тренажёр Бубновского. Он даёт около 50 упражнений на своих тренажёрах. Как правильно делать, как дыхание и всё такое. Вещь очень хорошая. Для здоровья, особенно для пенсионеров, это вообще сказка. А для молодых это тоже очень всё хорошо. Всё будет хорошо. Так, пьём кофе. Да. И пойдём на улицу гулять. У нас сегодня очень тепло. Пока 10, но обещают 13. Сейчас вот без 10-11, 10 градусов тепла. Это 1 января 2023 года. Да, это нормально. 10 градусов тепла. Да, да. Честно говоря, даже вот 10 лет назад такого не было. Да, климат поменялся. Климат поменялся очень. Климат поменялся в более хорошую сторону. Пусть морозы трещат у наших фашистов. Вот. И замерзают они там без газа, без нефти, без ничего. Ну, не хочу я. Мы не будем о них сегодня говорить, не портить себя настроение и всё такое. Пошли они. Ну, они нам хотели, конечно, ночью испортить настроение, но не получилось. Ладно. Пьём кофеёк. На прогулку на улице плюс 13. Теплынь. Слушайте. Славик говорит, я такого не помню. Я такого не помню. Ну, вот я прожил сознательных 65 лет. Но, честно говоря, ну, на Новый Год... А остальные 20 лет ты не сознательных прожил? 65 только сознательных. Ты же считаешь, что мне 90, да? Вот. Ну, честно говоря, ну, было такое, что там на Новый Год 2 градуса тепла, 3 градуса всё потекло, потаяло. Но это всё равно холодно, сыро и всё такое. Но сегодня я вышел в летних... Тапочках. Тапочках. Вот. И, честно скажу, я уже иду и думаю, а курточку я ту одел или не ту? Люди все в зимней одежде, а на улице 30 градусов... Ой, 30... 13 градусов тепла. Да, и дело в том, что обволакивает лицо именно тепло. Смотрите на Славочка, смотрите. Обволакивает вот тепло лицо. И даже вот ветерок подул, нету этой даже сырости. Хотя, как говорится, ещё есть где-то на местах, вот под листьями снежок и всё такое. Местами я вот шёл по дорожке, заметил. Ну, просто я такого не помню. Всё было. Но 13 градусов 1 января и завтра. Завтра 8, 8-9. Ну, кстати, к концу недели будет минус 11. Людей мало. Ну, сейчас посмотрим. В парке, наверное, детвора веселиться. А так людей мало. Ну, а чего и, конечно, закрыта кафешка. Сейчас все дома салаты доедают. Какие могут быть кафешки? Хотя мы вчера, когда возвращались от Яночки, ресторан был забит, я вам хочу сказать. В ресторане было много людей. Музыка. 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 Очередь в нашем кафе. В нашем кафе очередь. Ну, немножечко подождём. Возьмём мы сейчас по кофейку и пойдём дальше гулять. Красавчик. Ты красавчик. Они не обрабатывали, не чистили. О, теперь ещё кого-то увидел. И этот красавчик. И ты красавчик. Ой, какой красавчик. Такое впечатление, что сейчас 8 марта. Такая теплынь. Просто все раздетые. Головные уборы все поснимали. Осенние пальто, куртки начали одевать. Ну, тепло. Просто тепло. Даже и не верится, что в декабре. В декабре, господи, всё в декабре. В январе. 1 января и такая теплынь. Ну, всё, дорогие. Нет, упала температура. Сколько? 12. 12. Было 13, стало 12, да? Да. Ясно. Ну, всё. Мы уже подходим к дому. Всех с Новым годом. Желаем счастья, добра. И, конечно же, мирного неба.